И название, которое заимствовано было от соседнего поселения, от Ладоги, и старая, у нас Ладога стала старой, а эта стала новой. Впоследствии новая Ладога развелась до города и получила статус города, ну а старая Ладога, как вы знаете, превратилась, в принципе, в очень старую, но все-таки деревню. Конечно, после окончания Северной войны не верфь, потому что уже появилось Адмиралтейство, да и были верфь, вы знаете, в Ладейном поле, в Алоце, точнее, правильно сказать, Алоце, потому что тоже название карельское ударение в карельском языке, тоже на первый слог. Все бы закончилось, если бы, конечно, не то, с чего мы начинали. Здесь Ладожские каналы, которые, как я напоминаю, начали копать Ладожские каналы. Здесь небольшие двухэтажные дома. Слева у нас будем проезжать, сейчас вот доска, посвященная Чурокову, он где в этом доме жил, командир Ладожской флотилии. Справа здание 19-го гостиного двора, который сейчас используется по прямому назначению. Ну, а мы после окончания гостиного двора поворачиваем направо на площадку, и там будет у нас выход для того, чтобы и сложить наши цветы. Мы поговорим уже о, вкратце, о боевых действиях. И вы знаете что, давайте, а я на самом деле предлагаю, так как мне очень тепло, и у нас дети, встаем все лицом к двум кораблям. И я информацию даю вам в теплых машинах, мы возлагаем потом цветы, и вы можете уже полазать, пофотографировать. И да, я меня просил, а вообще, давайте, несмотря на то, что Allroad у нас уехал, мы сделаем общую тоже фотографию в завершении нашей экскурсии. Хотя, это не последняя точка, потому что потом мы поедем на кусочек канала, к шлюзам, там достаточно живописно. Заканчивать будем там. Значит, вы вставайте, чтобы было видно, а я сейчас через 20 секунд продолжу. Здесь было три у нас небольших котла, в районе Сартовалы, в районе Лахтенпохи и в районе Куркиок. Оттуда части были вывезены практически в полном составе и даже с вооружением. Конечно, если вы зайдете на всем хорошо известный сайт САКУ, а это сайт финской архивной фотографии военной, и наберете там Сартовалы или такое место, как Рауталахти, это Железный залив, то есть фотки, где подходы к бухте забиты брошенными полуторками, машинами, но в основном это именно машины. Там есть несколько орудий, но их не так много, как по сравнению с тем окружением, которое финны добились под выбором. А я чего? Что, вставайте, общая фотография. Да, и еще разок. Все, спасибо за удовольствие. Отпись уходи. Наспорядуйся, Нева, пойди вокруг. О, я не могу. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...